Всем привет, друзья, с вами Грегори, и это 17 выпуск второго сезона проекта Город Майнкрафте. И сегодня, друзья, в Айсатовский праздник сегодня. Сегодня впервые в Айсатовске появляется трамвай. В общем, вот у нас здесь. У нас идут трамвайное кольцо, дальше идёт ещё одно кольцо для автобусов и троллейбусов. И у нас первая трамвайная остановка у нас от библиотека. Вот здесь вот такое трамвайное кольцо, пока что сырое, ну то есть ничего здесь нет, но планируется давай диспетчерскую и столу. Пока что они ездят только вперёд, то есть пока что только сделано две трамвайные остановки, а это библиотека и Дом культуры строителей. В общем, пока что сырое, но планируется, что планируется добавить трамвайные линии и в сторону полосчерпаковской улицы, то есть в сторону, то есть вот туда. Ну, сошло привезти, давайте ещё несколько улиц, в связи с Агалакова, 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 Академика Сахарова и другие улицы. Следующее обновление это уже, это я уже добавил сквер, сквер рядом с администрацией, вот такой больший сквер, вот даже не сквер, а парк целый. В общем, я над ним очень сильно постарался, изначально он должен быть вкладываться из четыре секции, то есть это и вот этот, но я увеличил на пару секций больше, типа, вот так вот выглядит. Ну и сверху напоминает прямоугольник, вот такой прошли, правда, сделано из шести прямоугольников, прикинь же. В принципе, тут ничего особенного, правда, это просто деревья, скамейки, необычное освещение, то есть типа, есть типа, светильники такие, а есть даже на поле, то есть на поле, то есть на самом пальце. В принципе, ничего особенного, здесь скамейки, таксофон, деревья, светильники. Также добавил пару детских площадок для двух, ну, двух столинок таких. И следующее обновление, то что я добавил, вот такое же у вас здание, даю многоэтажку. Использую историю этого дома, такая же, ему сказать, если не печально, то как минимум интересно, то есть тот же момент, что и с этими сталинками. Я тоже хотел бы повторить, но мне единственное, что подводило, это задняя часть, задняя часть здания, то есть задник, то есть с балконами. Я решил, что если, если со сталинками произошло файл, то с этого, с этого, с этого многоэтажка файла не должно произойти. И, в общем, если не сто процентов, то сто процентов оригинал, то как минимум, то есть... Так выглядит, то есть перед, передок станет, то есть, в принципе, ничего особенного. Тут тоже детская площадка имеется. Ну, что ж, давайте пройдёмся по квартирам, то есть, пройдёмся по квартирам. Вот так вот, подъезд, тут такой, у нас, как, узкий, два блока, два блока ширина. Всё, в одном этаже, под две квартиры и лифт. Вот. Поднимемся на последний этаж, вот, добрались. Чё-то не сразу открывается, конечно. Оп, готово. Так вот, в игре, в игре, в игре коридор, квартира тут всего 3 на 5 блоков, 15 квадратов. Тут у нас такой туалет просторный, то есть, два на два блока. Ванная станка, то есть, в игре класса. Комната такая, то есть, кровать, два проигрывателя, стол, стул и балкон. Правда, балкон тоже получился. Комната, класса, то есть, небольшой. И кухня. Как-то кухня, то есть, тоже, то есть, минималистична. То есть, только три печки, стол, стол и стулья. Всё. И последнее обновление, это магазин Пятёрочка. Да, я показывал ранее, пятёрку, ту пятёрочку, которая на Щербаковской улице, но... Эти пятёрку уже за современный стиль, современный стиль, стиль фасада, то есть, уже не с красной полосой и белым фоном, а с зелёным входом, зелёного цвета, а с серой стены, зелёная полоска наверху и козырёк тоже зелёного цвета. Ну и для большего шерма, то есть, чтобы было понятно, что это Пятёрочка, я добавил логотип такой. Ну, не особо, не очень... Не очень, конечно, похож, но, как минимум, это единственный вариант, современный вариант современного логотипа Пятёрочка, который можно с лёгкостью построить в Майнкрафте. То есть, есть, если нравится Пятёрочку, логотипы с тобой больше, чем, больше, чем это здание, которое пристроено. Кстати, да, вот Пятёрочка, я имею в виду, что это пристроено экзаник к пяти, ещё на пятиэтажке, которое построил. В принципе, сзади дом, сзади дом пока что ничего нету, то есть, пустынь, место пустынь. Ну, а тем не менее, я постараюсь добавить с кем-то на детские площадки. Тут у нас такой проход, тут у нас Пятёрочка, и режим работы с 8.00 до 23.00. Тут у нас площадь, где можно разучить товар по пакетам. Всего 4к из них, всего 4к из них одна, то есть, алкоголь, табак, пятёрочка. Тут у нас всё, как обычно, тут у нас обычные, то есть, полки с товарами и склад. В принципе, тут можно было просто вот взять и сделать там проход, проезд для машин. О, господи, снова этот, взбилд. Взбилд, который, может, вряд ли кто-то у меня заказывал его, но... Но, тем не менее, будет, ну, сказать, тем не менее, лучше как-то так. Снова взбилд. Готово. Вот. В общем, вот такой вот получился мини-вэйтсбилд, а с одной и обзор ещё вышел вот такой 17-й выпуск проекта Глаз Майнкрафт. Понравился или нет, решать вам. С вами был Грегор, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи, всем до новых встреч. Пишите, спасибо. Пишите, спасибо. Пишите, спасибо. Продолжение следует...